Привет, друг, с тобой... Давно я не говорил, конечно. Привет, друг, с тобой, Вагалюк. Значит, тема сегодняшнего моего видео-вещания называется Правила создания хайполи модели под сабдив. Почему под сабдив, а не изи браш, не кат? Потому что я с этим способом знаком. Потому что я с этим способом хорошо знаком и готов вам рассказать достаточно такую весомую информацию, которая поможет вам 100% при моделировании ваших камней и стульев. Вы прекрасно видите сейчас таймлайн под этим видео, какие главы там будут. В общем, перемещайтесь спокойно, можете летать по этому видео туда-сюда на любую интересующую вам тему. Я понимаю прекрасно, что кто-то знает про, например, способы создания моделей, кто-то знает про маткапы, кто-то не знает про звёзды. И как раз-таки вот туда можно нажать и пересмотреть как раз-таки этот момент. О чём мы поговорим? О способах создания хайполи модели. Значит, есть несколько способов. Самые такие интересные. Это, значит, сабдив, зебраж и кат. Кстати, мне нужно было сказать ещё вначале, что это видео подойдёт для джуниоров и меньше, потому что выше джуна, там уже все прекрасно понимают все эти этапы, которые я сегодня буду говорить в этом видео. Так что, если для вас покажется это какой-то банальщиной, то я предупреждал. В общем, как я уже сказал, сабдив, зебраж и кат. Что такое кат? Это Fusion 360, это Plasticity. Вот эти вот ребятки, которые на слуху уже последние полгода, да, там особенно Plasticity. Я, если честно, не занимался ни тем, ни другим, поэтому особо какой-то информационный поток я не могу вам дать. В общем, но такой способ существует. Потом его можно будет дорабатывать ещё в зебраше. Его можно будет не дорабатывать, уже сразу лоу-поли делать. Либо вообще не делать лоу-поли, я не знаю, красить, сразу отправлять в движок игровой, значит. Зебраж. Что такое зебраж? Ну, зебраж это для скульптеров в основном подходит. Но, опять же, такие хардсёрфисники и пропсовики, этот метод тоже используют достаточно активно. Почему? Потому что в зебраше мы можем накинуть варочку, мы можем складки какие-то подобавлять. Вот всё вот это вот действие делается в зебраше. Ну, я знаю, 3D-код, есть и другие программы, но вот зебраж это самый такой, знаешь, популярный, значит, 3D-пакет, который поможет тебе вообще во всех случаях жизни. Там можно даже под sub-div моделить, но я не рекомендую. И уже sub-div, значит. Про него мы сегодня поговорим уже более детально. Я здесь себе расписал, значит, у меня в планах это правило хорошей хай-поли, да, давайте я вопросы расскажу, а потом уже про техническую часть переключимся на экран, буду ковыряться там в полигоны, тянуть, чтобы можно было наблюдать за этим всем действием воочию, так скажем. Значит, правило хорошей хай-поли. Это, ну, их всего лишь два. Первое, это плавный шейдинг, то есть без артефактов у вас не должны быть потяжки, на маткапах всё должно смотреться хорошо. Это вот прям супер будет. Это самое главное вообще, что у нас в шейдинге подразумевается. И второе, это достаточная толщина фаски. Что это такое? Что такое фаска? Фаска это любой угол, который вы видите, да, там, вот я не знаю, у меня вот у микрофона фаска есть цилиндр вот этот, да, и потом идёт фасочка непосредственно. И вот у этой фаски может быть разная толщина. Например, она может быть, там, слишком широкая, это такая прям бочка, я не знаю, она вся из фаски огромной состоит. Или как это узкая, это вот на клавиатурах есть вот эти вот кейкапы. Давай достану одного парня и покажу. Ну, значит, у него... Не понял. Лё, блядь. Блядь. Можно толщину фаски отнести к хорошему шейдингу, потому что если вы переборщите или недоборщите с фаской, то шейдинг будет у вас галимый, не очень будет смотреться. Вот. Есть примеры хорошего шейдинга. Вот сейчас картинки сюда вставлю, если не забуду, конечно же. И есть примеры плохого шейдинга, тоже рядом его поставлю, чтобы вы могли как бы сравнить. Один глаз на одну картинку, другой на другую. Всё, про это я рассказал, отлично. Идём дальше. Саппорта. Что такое саппорта? Саппорта. Это уже нужно показывать. Погнали в блендер. Значит, давайте разбираться. В блендере мы можем создать обычный кубик. Я сейчас покажу на его примере хорошенькую фасочку. Есть у нас куб, и у него есть его LG. Значит, вот эти вот парни, давай, как для них сделать нормальную фасочку? Что такое широкая, маленькая, я тоже сейчас всё покажу. В общем, фаска, как делается? Как вообще её можно делать? Несколько способов. Хотя я это себе в сценарий, да, выписывал. Но сейчас расскажу про этот модификатор BVL. В общем, вот у нас BVL модификатор. Если мы на него нажимаем, то он у нас добавляется на весь кубик. Можно так и оставить. Но я рекомендую всё-таки отключить этот angle, поставить weight, профиль в единицу, поставить здесь 4 сегмента, и обязательно включить здесь, значит, wireframe. После того, как мы будем делать модификацию, нам необходимо... Ну, модификацию типа трансформацию, там, скейлизацию, ротейшинализацию. В общем, после этого нам нужно всё сбросить. Ох, ё-моё. Это нам надо убрать, конечно. В общем, здесь видим 10. 10 сантиметров это слишком. Це забагато, друзі. Тому ми його беремо... А, я ж не сделал самое главное. Я ж поставил weight, а веса не назначил. Вот это да, вот это я даю. Значит, у нас есть вот эти вот SG. Min BVL weight. Пишем сюда единицу. И тут видим, как у нас... Вот всё, wireframe нам проставляет вот это всё добро, и мы видим наш Bevel. Мы можем тут менять количество сечений. Я вот что скажу. Когда мы даём через... Вообще любое, если мы через Bevel это делаем, нам необходимо, значит, ставить сюда кратное 2. Обязательно. Кратное 2. Это либо 2, либо 0, либо 4 и тому подобное. 4 это прям на верочку. У вас всё будет отлично. И почему 4 и чем 4 от 2 отличаются тоже, я это вам всё дело сейчас расскажу. Ну, давайте пока что разберёмся с тем, что уже имеем. После того, как мы накинули Bevel, давай я всё-таки наброшу вообще везде его. У нас может быть любая форма, да. Мне говорили, какого хера ты кубик показываешь, покажи на двигателе там самолётном. А где я вам его возьму, этот самолётный двигатель? Я его что, смоделировать вам должен? Нет, ребята, у меня столько времени нету. Поэтому давайте я вам вот сложную форму продемонстрирую. Это вот такой вот, значит, у нас парень, которого мы заэкструдим. Понятное дело, что сейчас это непрезентабельный выхм. Мы накидываем ему вообще везде это всё дело. Вот у нас такая ступеня получается. Что делаем дальше? Вот мы набросили везде вот эти вот BVLA, да. Накидываем сюда через Ctrl-2 Subdivision модификатор. И что мы видим? Обязательно включаем ещё Shade Smooth. Смотри, это 4 саппорта. Если я ставлю 2 сегмента, о, вообще фигня какая-то. Почему, почему фигня? Вот, Вадим, объясни, почему это фигня, а вот это вот не фигня? Объясняю один раз, а вы слушайте внимательно. Значит, в том случае, когда мы ставим по 4 сегмента, то у нас он добавляется, вот, то есть, первый саппорт, второй саппорт. И здесь тоже, со всех сторон у нас есть по 2 саппорта. 2 саппорта, это важно. Если мы ставим 2, у нас по одному саппорту. После того, как мы накидываем Subdivision модификатор, у нас эти саппорта начинают разлазиться. То есть, вот, видишь, он, ну, они просто улетают. И один на одно расстояние, другой на другое. Почему так? Потому что, когда мы набрасываем, вот, давай я сейчас отключу Optimal Display, видишь, что у нас чем длиннее, чем длиннее ребро, тем, значит, оно будет сильнее тянуться. Как вам еще объяснить? Ё-моё. Вот, и поэтому, если мы ставим вот в 2 сегмента фасочку, у нас она начинает плыть. То есть, одно ребро вниз уехало на какое-то определенное расстояние. Верхнее еще дальше куда-то уехало. Если мы будем смотреть вот так вот в профиле, мы будем видеть такую картину, что у нас вот оно идет, закругление, и оно идет вот сюда, и только тут заканчивается это закругление. То есть, у нас не идеальная фаска. У нас вот идеальная фаска, это когда она вот с одинаковым расстоянием, все у нас вообще отлично, и счастье в семье, значит. Вот. А если мы делаем вот такую фаску, то она у нас будет непрезентабельна, это будет не то, что нам нужно. Поэтому всегда по возможности накидывайте по 4 сегмента, чтобы у вас ваши вторые саппорта, вот второй саппорт, видишь, он тебе накидывает сабдивижн, он уезжает. Ну и ради бога, пусть уезжает куда угодно. А почему едет он, а не я? Но самый главный саппорт остается на месте. Вот самый главный, он как был тут, так и остается. Супер, фаска у нас теперь есть. Теперь мы поговорим о том, как цилиндр сшивать в сферы, и сферы в цилиндр, мы это все обсудим вообще без проблем. Самое главное, начинаем с самого простенького, да. На кубики мы уже посмотрели. Значит, что такое толщина фаски? Как понять, большая она или маленькая? Значит, откатываемся на рабочее расстояние. Что такое рабочее расстояние? Это то расстояние, на котором игрок будет видеть объект. Любой, абсолютно любой объект. Например, это может быть... Ну что это такое? На что это похоже? Это похоже на ступеньку. Например, это ступенька какого-то здания. Игрок к ней может подойти, ну вот так вот максимум. То есть он ближе вообще... Ну, даже если он присядет, окей, вот так вот он будет видеть это все. Это все творчество наше. И смотрим, что у нас с фаской. Какая она должна быть? Какая она сейчас? Сейчас она нормальная? Вот как ты думаешь, нормальная фаска? Да, это нормальная фаска. Почему я это так решил? Потому что если мы видим, что у нас скругление идет мягенькое, оно такое плавное, хорошее. Ну, я не знаю, это нужно почувствовать просто. Вот сейчас оно хорошее. Оставляем. Сейчас покажу пример неправильной фаски. Значит, если мы дадим сюда офсет, например, вот такой, это уже не похоже на ступеньку. Это похоже на, я не знаю, что-то облитое шоколадом, который засох. Почему? Потому что фаска очень жирная. Она очень мягкая, она большая, широкая фаска. Это уже не похоже на ступеньку. Она слишком уже расплылась. Это не то, что мы хотим показать. То же самое в обратную сторону. Если мы даем вот такую какую-то штуку, у нас вообще тут фаски никакой нет. Хотя она на самом деле есть физически, но вот если мы будем просто всматриваться и отлетим еще дальше, это будет похоже просто на обычную лоу-поли. Хотя здесь есть и Bevel в 4 сегменты, и Subdivision. Но из-за того, что фаска очень маленькая, она просто малюсенькая, мы ее просто не видим. Это так все просто, да? В общем, под микроскопом нельзя моделировать. Под микроскопом это означает сравнивать, оценивать ширину фаски вблизи, на нерабочем расстоянии. Вот у нас рабочее расстояние такое. Это плохая фаска, потому что мы ее не видим. Она плохо запечется. Зачем нам нужны хорошие фаски? Для того, чтобы запекать модель и все как бы. А зачем нам хорошо запекать модель? Если у нас запечется отлично Normal, курватура, то тогда мы сможем по курватуре хорошенько ее использовать в генерации, там текстур, да, там каких-то масок и тому подобное. Если запечется хорошо Normal, то у нас будет естественное отображение данного материала, на данном элементе в игре. Вот. Поэтому это очень важный момент. Я знаю, что большинство ребят, они просто перебарщивают. Другие вообще мало дают фасок. Точнее, ширины. В общем, с этим, ребята, лучше не шутите. Что у нас идет дальше? В общем, саппорта одинаковое расстояние. Я про него уже сказал. Давай еще раз повторю то, что у нас расстояние должно быть одинаковое. со всех сторон. Вот тут и вот тут. Оно должно быть у нас одинаковое. Для того, чтобы скругление было максимально равномерное. Дальше. Количество саппортов на сторону должно быть... Ну, побольше и... Что я тут писал? Количество саппортов на сторону, привести, к примеру, круглую форму. Пиздец. Что это такое? А, все. Теперь поговорим про количество саппортов на сторону. Как бы я уже сказал об этом, да, ранее. То, что у нас на одной стороне должно быть... Ну, минимум для хорошей фаски это два саппорта. Вот. Бывают случаи, когда мы не можем два дать. Почему? Потому что, допустим, у нас вот сейчас... Например, у нас там... Какая-то такая форма, да? Давай сейчас выдавим ее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? В общем, это нехорошо, конечно. Давайте это исправим. Вот у нас, как бы, я накинул сюда бевел, да, веса. И... Что это такое? Кажется нормально. Да, вот мы отлетаем, фасочка уже становится тоньше. А если я сделаю вот так вообще? Что это такое? Это плохая фаска. Почему? Потому что она очень тонкая. Вот рабочее расстояние, я не вижу ее. И если мы используем модификатор бевел, то он у нас сделает вот эту вот фаску, ширину, вообще по всей модели. Это нехорошо. Поэтому в таких случаях я не рекомендую вам использовать модификатор бевел. Давайте вот что сделаем. Я просто везде отключу это все добро. И проставим саппорта вручную. Значит, у нас не всегда может хватать места для двух саппортов и хорошей фаски. Поэтому мы оставляем один саппорт. Или вообще без него обходимся. Вот смотрите, например, я сейчас вручную проставлю тут саппорта приблизительно на одинаковом расстоянии. Здесь второй мажем. Здесь еще мажем один, два. Что там, где еще можно сандалить? Вот тут вот. Два. Вот здесь. Второй. А сюда я поставлю? А зачем? Нафига мне его сюда ставить, если как бы... Сейчас, давайте еще здесь в порядок приведем это все дело. Зачем мне его тут ставить, если толщина фаски меня здесь устраивает? Ну, к примеру, да? Если я здесь поставлю еще один саппорт, то как бы это будет не к добру. Вот давай сейчас тут вторую мажем. Это будет не к добру, потому что здесь толщина фасочки уже будет слишком маленькая. Вот, поэтому не всегда мы можем вообще применять эти саппорта в определенных каких-то случаях. А иногда, вот если есть та форма, где мы можем реально вместить два саппорта, смело это делаем. Еще, давайте покажу пример. Значит, вот тут давай тоже в порядок приведем это все дело. Где еще эта техника может использоваться? Например, если у вас округлая форма... Давай сейчас я это быстренько сделаю. Вот, сделаем здесь вот это дело. Вот вниз. Нам нужно, значит, сделать саппорт для нашей дырки, которую мы сейчас заэкструдили вовнутрь. Как мы это будем делать? Ну, мы можем делать обычным бевелом. Кстати, про обычный бевел. Ctrl-B нажимаешь, тянешь, шейп в единицу. Почему шейп в единицу? Потому что если у нас он будет вот такой, у нас тогда это будет не саппорта, это будут силуэт образующие, значит, edge. Что такое силуэт образующие edge? Это когда у нас edge образовывает силуэт. Все должно быть понятно, как бы, с первого раза. А саппорта это не силуэт образующие edge. Они просто лежат на плоскости и поддерживают силуэт образующий, чтобы он не поплыл. Вот это если понятным языком. Поэтому шейп мы ставим в единичку сюда. И что? У нас теперь создались саппорта. Можем накинуть еще, так, чтобы четверочка здесь была. А, кстати, вот смотри. Если без этого. Это плохо. Это не то, что нам нужно. Почему? Потому что здесь, видишь, какая-то неприятная ситуация. Даже на тройку накину. Как бы, ну, в принципе, нормально. Если мы будем смотреть вот сюда, как бы тут все гладенько, нормально все закругляет. Но, во-первых, видим, что оно какое-то овальное. А форма у нас... Нет, подожди. У нас форма вообще-то не круглая. Это надо исправлять. Давай сейчас бытенько это исправим. Вот так вот сделаем серку. Вот, значит, форма у нас теперь круглая. И здесь, если мы посмотрим, вот в режиме Warframe, у нас видим, что саппорт начинает тянуться. То есть он как-то заминается здесь. Почему? Потому что здесь у нас N-Gone. N-Gone на плоскостях и треугольник на плоскостях можем смелым ставить. Даже я могу так взять, затреангулировать это все дело мне по барабану. У меня два саппорта на сторону. Они ограничивают. На плоскости я могу делать все, что мне хочется. Вот. Даже если я так сделаю, видно, что теперь саппорт у меня не вовнутрь залазит, а на внешнюю сторону. Это нехорошо. Это создает нам неправильное скругление. У нас, видишь, тут саппорт вот такой, а тут он потянулся. Его потянуло немного в другую сторону. Создается неидеальное скругление. Иногда можно вообще на это загрой глаза, если объект у нас маленький. Например, дырка для кнопки какой-то в самолете. Или если у нас там, я не знаю, если это что-то большое, да, выхлопная труба, например, у машины, то нам надо как бы за этим следить аккуратно. И поэтому, что мы в таком случае делаем? Мы здесь можем просто через Ctrl-R проставить саппорт вот здесь вот в этом месте. Ну, приблизительно на таком расстоянии. И теперь что? В режиме wireframe у нас как бы наш второй саппорт, он вот тянется. Хай тянется. А наш основной саппорт, он у нас остается на месте. Но ты, если внимательный человек, то ты можешь заметить то, что здесь у нас неодинаковое расстояние. Красавчик, можешь как бы написать это в комментариях. Поднимаем немножечко этот выше и ставим для него второй саппорт. Теперь у нас, грубо говоря, на одинаковом расстоянии находится все. И вот это и является причиной, почему мы должны ставить как минимум два саппорта на сторону. Но бывают исключения. Хорошо, давай, значит, дальше. Теперь про маткапы. Что такое маткапы? Я ими... Ну, я если ими пользуюсь, то уже в тех случаях, когда мне нужно прям вот суперидеально что-то сделать. В основном, я уже привык на стандартном вот этом вот студийном маткапе, который тут стоит в блендере. Значит, маткапы переходим. Я не скачивал какие-то кастомные, потому что, как я говорил, я типа в них смысла не вижу. Вот самые крутые маткапы, это полосаточки, полосаточки, вот эти полосочки. И еще есть хороший вот такой красный. Либо есть еще серый. Ну, короче, любой маткап, он крутой. Я написал эту главу просто, чтобы она здесь была. Мало ли, кому-то она понравится вообще на практике. И вот тут мы можем посмотреть, там, как у нас фаска, да, там. Сейчас давай сделаю вот так вот, чуть выше. И мы смотрим на маткапе, типа, опа, на шотане то, что-то здесь выпуклость. Видим это и берем, заправляем это все дело. Хотя такую форму можно хорошенько увидеть этот дефект и без маткапа. Вот. Полосатые маткапы очень хороши. В тех случаях, если у нас какая-то закругленная форма, например, здесь, да, и вот если мы видим, что у нас такое вот прям, что-то как это не суразица происходит, мы просто берем, включаем маткап, убеждаемся в этом еще раз и начинаем ее править. Каким способом? Просто мы берем и набрасываем сюда саппорта. Хорошо, значит, с маткапами мы пояснили. Можете покрутить, посмотреть вообще. Любая информация, которую вы получаете, нужно ее на практике посмотреть. Поэтому, как бы я сейчас не распынялся про эти маткапы, вы основной суть не поймете, если сами не поколупаетесь в них. Значит, что мы видим дальше? Следующее, о чем бы хотелось бы мне поговорить, это стыковка мешей. Вот стыковка мешей, это, наверное, та глава, которую никто не рассказывает на курсах. Давай сейчас расскажу, как бы в бесплатном доступе видео надо было как бы в тебя влупить, потому что это как бы будет очень считаться хорошим тоном. Значит, что мы делаем? Я сейчас набрасываю здесь, например, вот такое вот дело. Subdiff, Shade Smooth. Просто стыковку мешей. Вот это плохая стыковка мешей. Почему? Потому что здесь у нас меш входит в другой. Если я, там, я не знаю, приложу вот к кружке палец, он у меня не будет входить. У меня вот на стыке будет получаться интересная такая вот заворотик. Поэтому и вообще что угодно, там, мышку ты держишь, у тебя палец и мышка вот на стыке, оно идет за ворот, вот такое вот углубление. Поэтому в данном случае самый лучший способ этого сделать нам вот такое дело. Сейчас давай. Вот, close it. Вот. Вот о чем я говорил. То есть у нас, когда идет какой-то стык, у нас заворачивается форма. Троечку надо сюда. У нас заворачивается форма и получается тот стык, который мы видим в реальной жизни. Это первый стык, их всего бывает несколько. Значит, первый стык, это просто меш. Рядом с мешей стоит, да, точка к точке, фейс к фейсу. Второй, значит, метод это сшитие. Если мы будем сшивать это все дело, про сшитие поговорим чуть позже. А сшитие. То есть это мы берем вот так. Ой-ой-ой. Это нехорошо. Значит, если нам нужно что-то сшить. Ну, это понятное дело. Мы можем просто сделать Ctrl-Shift+, чтобы у нас произошла, значит, модификация булина, да. И видим, что у нас теперь вот точка к точке прилипла, да, и тому подобное. Но что у нас тут мы получаем? Мы получаем то, что у нас NGON. От него избавляемся. Если мы будем... Ну, давай так сделаем. Если мы будем набрасывать, значит, сюда Subdivision, то мы получим неприятную ситуацию. Почему? Потому что у нас нету саппортов и... Вот смотри. У нас какая-то глиняная какашка получается. Чтобы этого избежать, нам необходимо набросить саппорта. И давай, наверное, сделаю вообще на все абсолютно сейчас это все дело. Ctrl-B. А, точняк. Rotation Scale. Flip. Вот. Ctrl-B. Четыре сечения, допустим. Шейф в единицу. Так, значит, что я сейчас сделал? Я накинул везде саппорта. И вот это тот самый способ сшить, о котором я говорил. Что мы здесь видим? Давай я сейчас включу, значит, Fireframe. Это плохо. Кстати, я сейчас покажу, как это убрать. Видим, что у нас теперь на формообразующую геометрию есть еще и, значит, саппорт. Значит, что это такое? Почему это плохо? Почему я сказал, что это плохо? Потому что у нас как бы форма ровная, а саппорт кривой. Это нехорошо. Нам нужно, чтобы саппорт повторял точно форму геометрии. Что мы здесь видим? Ну, тут, понятное дело, тут сразу видно, почему это плохо. Мы должны выровнять все вот эти точки. Давай я вот это просто сейчас вот так вот сделаю. Вот это вот сюда. Теперь... Ну, да, окей, давайте еще так сделаем. Про звезды тоже сейчас затрону тему. Значит, что такое звезды? Не, давай я сейчас покажу хорошую форму, да? Хорошую фаску. Вот. Теперь видим, что у нас здесь ровненькая. Все супер. Пальцы вверх. Ставим окей и пятерки с плюсом. В общем, теперь про этот... Как его называют? Про звезды. Про звезды. Что это такое? Это когда у нас в одну точку входит больше, чем 4 джа. Ну, где бы вам показать это все дело? Ну, давай я сейчас заэкстружу еще где-то здесь форму. Например, вот здесь вот я это сделаю. Вот я экстружу форму. Я накину, понятное дело, сюда по саппорту. Обязательно нужно, чтобы они были на одинаковом расстоянии. Не нужно прям точно по миллиметрам это все высчитывать. Нам главное, чтобы у нас получался квадратик такой. Вот. И с этой стороны, понятное дело, тоже. Я это сейчас лучше через ножик сделаю. Организуем это все деяние. Вот. Что мы, значит, тут видим? Сглаживается? Отлично. Хорошо. Оно хорошо сглаживается. Что еще требуется? Нет, ребята, нехорошо оно сглаживается. Почему? Потому что у нас саппорт должен повторять flow, называется. Да? Он должен идти по форме. То есть у нас идет заворотик. И саппорт тоже должно завернуться. Для того, чтобы у нас была суперидеальная фасочка. Как это сделать? Почему? Что нам мешает? Мы видим здесь квадрат. Квадрат ломает нам этот flow. Мы видим, что вот саппорт идет. И он пошел дальше. А форма-то поменялась. И тут то же самое. Пошел дальше. Значит, в этой точке соприкосновения саппорт должен согнуться. Вот так вот. Чтобы это реализовать, нам необходимо убрать вот эту звезду, которая образовывается на этом стыке. Чтобы эту звездочку убрать, нам необходимо... Ну, давайте проанализируем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aj. Нам нужно 1 убрать, чтобы было 4. Какой уберем? Этот мы не можем. Этот мы тоже не можем. Этот тоже не можем. Эти 2 можем, но тут образовывается n-gon. Что делаем? Мы просто коллапсим вот эти вот 2 точки. Мы их коллапсим вот в 1. Понятное дело, что это все добро можно удалить. Спокойно. Вот так вот хотя бы. n-gon я могу оставить, мне насрать. Но только главное, чтобы он был после второго саппорта вот здесь. Что мы теперь видим? Опа! Ситуация начинает обретать совсем иную положение. Поэтому видим, что начинает заворачиваться. Но это все равно не идеально. Почему? Потому что он как бы завернулся, но как бы и не завернулся. Что мы делаем в этом случае? Нам нужно поколлапсить вот эти. Но я их не могу коллапсить, потому что они являются формообразующими. Что мы делаем в таком случае? Мы можем так и оставить. В принципе, от звезды мы избавились, мы ее вынесли на плоскость. Ох, ё-моё, ничего себе. Вот этот дружочек мне тут-то не нужен. Насчет от звездочки мы избавились, мы ее вынесли на плоскость. Можем еще раз повторить эту процедуру, если нам позволит, например, положение. Вот это наше. Вот я накидываю где-то так. И у нас как бы плоскости много, мы можем наваливать это все добро сюда. То есть звезда у нас образовывается здесь, тут даже больше, чем 5. А тут вот оп, бах, и повторяет форму. То есть саппорт нас... Наш саппорт, он заворачивается по форме. Вот это вот хорошая фаска, пример хорошей фаски. Она находится еще на одинаковом расстоянии. Вот. Значит, следующее, о чем я хотел поговорить. Да, просто ковка мэшить. Значит, это второй способ. Первый способ. И давай я вот так вот сделаю. Первый способ. Это у нас просто один мэш на другом. Второй способ. Это у нас сшитие. И третий способ. Их на самом деле больше, чем 3. На самом деле их 3. Я обманул. Значит, третий способ. Это когда у нас одна форма. Вот мы хотим сделать стык. Но заворачивать нам его неохота. И по референсу там не так. А что там может быть по референсу? Какое-то колечко. Я не знаю, если это 2 цилиндра. То есть мы делаем этот стык из нескольких форм. У нас есть переходная форма. Которая образует этот переход. Потому что просто воткнуть вот так вот. Типа что-то во что-то. Будет нехорошо. Там либо должна быть какая-то впадина. В которую вставляется вот этот элемент. Либо там должна быть либо это сшитие. Либо это такое добро с фасочкой на заворотик. Вот. Но есть, например, кнопки. Да. Если у нас есть топ. Мы просто вот. Есть большая форма. Чуть меньше форма. И вот между ними еще какая-то маленькая. Которая их скрепляет. Вот. Я сейчас покажу более подробно. Да. Например, здесь. Вот у нас есть. Ну давай я тут нарисую еще один какой-то через Q-блокер. Кстати, о нем тоже поговорим. Это очень полезный такой аддончик. Вот у нас есть такая форма. И ну можно, да, на нее набросить. Давай быстренько саппорта накину на нее. Как бы это первый способ. Если мы еще можем сделать вот такой способ. Только саппорта мне тут уже не нужны. Такие. Нет, давай так сделаем попроще, чтобы это все было. Вот. Сделаем вот так вот. Оп. Спросишь, как я это делаю? Я не буду говорить, потому что это все уже я объяснял. Так. Ну и вот это все дело можно вот так вот заколапсить. То есть у нас. А. И вот в этой форме мы еще что делаем? Мы просто инсертим вниз, экструдим вот сюда. И получаем вот такую форму. То есть у нас есть средний какой-то элемент, который стыкует. Точнее маленький элемент, который стыкует средний и большой. Это третий вид фаски. Переходы, точнее. Хорошо, идем дальше. Про звезды поговорили, отлично. Про маткапы сказали. ХП под ЛП. А, все. Значит. В чем преимущество сабдива? Преимущество сабдива заключается в том, что мы можем после него сразу сделать лоу-поле. Если мы хорошенько постараемся над сабдивиженом, то у нас получится хорошее лоу-поле. Сейчас расскажу более подробнее. Значит, давай еще нарисую такую штуку, где я сравниваю зи-браш. И сабдива и тому подобное. И, наверное, этот момент я перекину в самое начало видео. Значит. В чем у нас разница сабдива, зи-браша и када? Да, вот, казалось бы, понятное дело, что в зи-браш, давай, это у нас будет сабдив, это у нас будет там зи-браша, это у нас будет кат. Сабдив у нас первый плюс в том, что мы можем очень легко менять топологию. То есть у нас, мы взяли там какую-то точку, оп, потянули там, я не знаю, вот, захотел я поменять топологию здесь, я взял эту точку, потянул. Супер. Сколько я времени на это потратил? Пару секунд. То есть здесь первое преимущество в том, что у нас легко это все редактируется. Второе преимущество. Значит, второе преимущество в том, что после сабдива мы можем легко сделать лоу-поле. Как? Так, то есть у нас есть какая-то форма с саппортами. Чтобы сделать лоу-поле, нам нужно просто убрать эти саппорта. Вот нам и получится лоу-поле. Это самый такой, ну, это самый примитивный вообще способ. Я расскажу еще, что делать с цилиндрическими формами и тому подобное. Вот. Третий способ вообще, если он у сабдива. Третий способ в том, что легкая передача из рук в руки. Если вы работаете в команде, у вас там какой-то большой элемент, объект, который вы подробили на несколько маленьких элементов. И потом там три человека, каждый делает свою часть. Но эти отдельные составляющие части, они в сумме потом создадут какой-то объемный большой массивный элемент. И мало ли что, вот ты сделаешь свою часть, да, ты передашь ее в руки другому человеку, а он увидит там какую-то ошибку, ему нужно будет поправить. Он просто возьмет, подвинет точку какую-то, вот как я вот в первом случае говорил. Он, короче, третий способ это легко редактировать. Он просто подвинет точку, он исправит эту ошибку. Если вы будете делать это через ZBrush, то ты скидываешь человеку вот эту вот штуку, которая весит пару миллионов, да, этих треугольников. Если ему нужно будет что-то поменять, он не сможет. Ему нужно будет скачивать ваш ZBrush файл, откатываться назад, менять там что-то, булинить, шивать. В общем, этот способ ему не подойдет. Редактирование. Так, ZBrush. А, ну, про минусы, да, про минусы сабдива, то, что это время. Это часы, типа, да. Это первый минус. Это то, что время у нас много уходит. То, что, чтобы научиться делать хорошие формы под сабдив, нам нужно реально потратить много времени на теоретические знания и на практические. Вот теоретически даю здесь практические знания, я даю себя в патреоне, поэтому переходите в дискорд сервер, где пообщаемся, значит, скрестим шпаги. Второе. Второе, значит, второй минус сабдива это в том, что... А второго минуса это и нет. Короче, первый минус. Может быть, еще придумаю какой-то второй. ZBrush, значит, первый и первый его плюс у ZBrush, это в том, что ZBrush, он по времени очень быстро делается в нем форму. Вот мы захотели сделать какой-то блок или там автомат какой-то, мы взяли болваночки, накидали в том же самом ZBrush. Взяли, перенесли это все в ZBrush, если накинули болванку в блендере в ZBrush, что мы берем, это все мерджим, потом Dynamesh, Polish и там уже дорабатываем. И можем еще там что-то забулинить. Время не уходит на это где-то в 2 или 3 раза меньше, чем на создание сетки под сабдив, поэтому этот способ очень применяет в моделировании оружия и других каких-то там элементов, которые нам могут пригодиться. Второй, значит, плюс ZBrush, это в том, что мы можем использовать все дополнительные функции, какие-то могут быть функции. Например, нам нужно сделать сварку, мы сделаем в ZBrush, нам нужно сделать складку, куда мы побежим. Понятное дело, что в ZBrush. У нас в ZBrush больше возможностей по добавлению геометрии. Есть такая геометрия, которую мы под сабдив просто не сможем сделать. Ну, мы можем сделать сварку в сабдив, но покажите мне этого добряка, который это делает. Я, если честно, никого не видел. Поэтому в ZBrush мы делаем и сварку, и ткани муваем, и, в общем, все, что угодно. Тут уже у нас идут возможности, да. В общем, моя роспись. Кат. Что такое... А, про минусы. Про минусы. Минусы в ZBrush то, что нету редактирования. No red. Да, no red. Мы не можем редактировать. Если нам нужно что-то поменять, мы откатываемся назад и фигачим все по новой. Вот. Кат. Кат. Что такое кат? Это вообще дебри, в которые я пока что не решаю залазить, но я знаю то, что только там... То, что это такой способ, который ты можешь просто делать какие-то сложные формы обычными бевелами, например. Ну, это самая простая аналогия. То есть, если нам нужно что-то сшить, в каде это делается очень легко, очень просто. Просто, в общем, первый плюс это то, что время. Опять же таки время. Вот. Второй, точнее, и первый минус. Сразу же в том, что мы сетку получаем треангулированную. И если нам нужно будет накинуть там, где тлоу поли, да, нам нужно это все растеангулировать и уже дальше чистить. Я знаю, что в мае вы не можете растеангулировать сетку после того, как за импорт или себе. В блендере это можно делать вообще без труда, поэтому для кого-то это минус, для кого-то это вообще и не минус, и не плюс. Вот. Но в том, что вы просто... Я не знаю. Ну, в каде, короче, кад, как кад, вот его плюс, то, что это быстро, минус в том, что треангулированная сетка на выходе получается. Вот. Значит, что идет у нас... А, ну все, как бы я поговорил. Вот это вот список сравнения, вот эти вот подходы. И я считаю, что подсабдив должны уметь моделировать все абсолютно ребята, потому что это, так сказать, самая основа, которая дает тебе фундаментальные знания про топологию, как вообще строить сетку, зачем это делается, как с ней вообще можно потом манипуляции какие проводить. То есть это самая вообще база базах, база баз, вот, которую нужно знать. Что у нас идет дальше? Значит, и возвращаясь, опять же-таки, к этой нашей таблице хппдлп. Вот у нас есть, например, хайполе, да? Конечно, тут вообще, ё-моё, а что это такое? Не смотрите сюда, пожалуйста. У нас есть хайполе, я хочу сделать хайполе. Я отключаю сабдивижн, включаю здесь сейчас рандом. Что дальше я делаю? Я все выделяю, альт-эс уменьшаю просто по нормальному, так, чтобы оно мне немного обходило, да? Но это еще не все. То есть, как бы форму мы подогнали сейчас, но что это такое? Самое главное правило лоу-поле, это то, что у нас не должно быть никакой геометрии, которая находится просто на плоскости. То есть, если точка не отвечает за силуэт образования, она не нужна на лоу-поле. Мы это просто дело удаляем. Ctrl-X. Не нужно заходить вот так вот, X, Dissolve Edges, нафига? И вот Ctrl-X нажал, и то же самое. Либо же есть еще прикольный аддон. Это, значит, Machine Tools. Cleanup называется. Edges, и мы тут можем выбирать угол, по которому он нам будет чистить места, точки, которые не отвечают за силуэт. Правда, он может и еще инхоны делать, но не проблема их взять и затриангулировать. Но аккуратно, потом проходите все равно, полируйте это все дело, потому что, увидишь, можно вставлять точки просто, которые находятся на плоскостях. Так что, это не панацея, если что. В общем, все, лоу-поле готово. Лоу-поле готово. Все, берем, разворачиваем и запекаем. Если бы мы использовали зебра, то, наверное, для лоу-поле мы бы юзали вот эти болванки, которые закидывали бы туда. Потом бы их надо было бы все равно сшить. Вы вряд ли на блокинге делаете манипуляции булина и сшивания. Если делаете, то это так не надо делать. Потому что, если вам нужно будет что-то там отрегулировать, вам придется расшивать и залазить в видит мод. Это нехорошо на блокинге. Ё-моё, 36 минут уже обещаю. Ребята, как бы давайте, поднажимайте. Значит, смотрите. Очень быстро создается лоу-поле после сабдива. Это самый главный такой плюс. И к чему это я? Если вы делаете что-то под сабдив, например, вы хотите сделать какую-то форму, там, закругление какое-то, да? Например, вы хотите сделать такое закругление. Это я ударяю. Что сделали в хай-поле, да, например? Я сейчас дублировал. Отключаем это все дело. Уменьшаю по нормалям. Тройка, чтобы это все дело очистить. Вот, грубо говоря, у меня есть лоу-поле, да? Это хорошее лоу-поле? Нет. Это не почему. Потому что у нас, смотри, какой зазор. Ё-моё. Во-первых. Во-вторых, у нас идет нестыковка. А в-третьих, у нас слишком мало сечений. На лоу-поле я такое не пропускаю. Поэтому нам нужно на лоу-поле давать больше геометрии. Нам нужно залазить в edit-мод, добавлять это все дело тут. Выбираем эти точки. Relax. Space. И потом мы это уже дело подгоняем так, чтобы это было вот это вот. Вы хотите этим заниматься? Я, если честно, не хочу. Поэтому, для того, чтобы этого избежать, нам на хай-поле нужно создать изначально такую форму. Ну, понятное дело, еще до того, как мы саппорта накидываем. Потому что я сейчас этим мозговебством заниматься не собираюсь. В общем, на хай-поле создаем, если у нас округлая форма, мы должны создать столько сечений, сколько нам нужно на лоу-поле. Например, самый простой второй пример, который я могу привести. Например, у нас есть вот цилиндр. Вот такой. Сколько у него сечений? 16. Дай угадаю. 16. Значит, на лоу-поле это мало сечений. Нам нужно сделать больше сечений. Бля, кидеть сюда. Нам нужно сделать больше сечений, потому что сейчас это угловато. Делаем 32, допустим. Вот это уже другого дела. Это для лоу-поле нам сгодится. И это мы должны сделать либо на блокинге, либо на этапе хай-поле. Никак не на лоу-поле. В общем, сделаем это на хай-поле, либо на блокинге. После этого мы уже можем накидывать сюда саппорта, делать что угодно. Вот. И давай еще снизу тоже наброшу. Снизу тоже набрасываем. Вот. Дублирую форму. Удаляю. Уменьшаю. Очищаю. И что? Все. У нас теперь есть лоу-поле, которые четко стыкуются с хай-поле. Так и при этом еще по количеству сечений совпадает идеально. Все супер. Это вам нужно учитывать. В общем, когда создаете что-то округлое, вам нужно учитывать количество сечений для того, чтобы оно уже при очистке саппортов смотрелось хорошо на лоу-поле. Это сэкономит вам много времени и нервов тоже. Так, дальше. Количество сечений должно быть как на лоу-поле, по-важему. А, это я уже сказал. И, в общем, это вот касается про цилиндры, когда мы создаем что-то. И про то, когда мы создаем не что-то, ну, когда мы не создаем цилиндры или другие формы, когда мы именно точки тягаем. Вот мы тоже должны и в этих случаях тоже об этом побеспокоиться. Так вот сделаю просто. Вот. И уже из этого всего дела мы должны... Потом уже можем делать лоу-поле. Так, хорошо, ребятишки. У нас следующая глава это сшитие цилиндров. Самое интересное и для кого-то болезненное вообще дело. Дело. Я сейчас расскажу, как это быстро делать. Вот у нас есть кьюблокер, аддон интересный. Нарисует тут какой-то цилиндрик. Я хочу сшить этот цилиндр там. Сейчас там его сделаем. Я хочу сшить этот цилиндр с вот этим. Что я должен сделать? Во-первых, у нас цилиндры должны совпадать по сечениям. Это самый простой пример. Вадим, не рассказывай, кому оно надо, я согласен. А что если у нас цилиндр будет поменьше? Вот таким вот диаметром. Что делать? Сечения не совпадают. Ё-моё. Объясни ребятам. Смотрите. Сечения должны совпадать. Каким образом? То есть вот у нас есть... На что мы будем ориентироваться? На основную форму. Вот у нас есть основная форма. Вот первое сечение. Второе. И от него должно идти продолжение. То есть здесь пошло продолжение. Для того, чтобы подобрать количество сечений, помогает этот аддон кьюблокер. То есть мы нажимаем сюда. И можем менять здесь количество сечений, радиус, что нам, короче, нужно. Вот. Значит, количество сечений должно быть тоже четное. Кратным двум. Оно может быть неограниченное. Хоть 144, хоть просто 4. Главное, чтобы у нас количество совпадало. Вот я сделал 10. Оно не кратное двум. И в таком случае, видишь, у нас здесь 2 точки. Нам для хорошего шития нам нужно, чтобы было хотя бы вот так вот. То есть тут 12 сечений. При 12 сечениях в принципе нормально. Но как бы хотелось немного иначе. Немного сейчас увеличу форму. Все. Что мы тут видим? Теперь у нас идет вот это. Покажу, как от этого избавиться. В общем, по сечениям. Мы подогнали здесь. Эти сходятся. Все супер. Следующее. Сейчас покажу, как это решать. Значит, что я сделаю? Я сначала создам здесь просто луп. Который. Тут я удаляю это все дело. Для чего я это все делаю? Для того, чтобы у меня. Для того, чтобы я смог использовать модификатор Mirror. Потому что без этого модификатора. Мне будет долго это все редактировать. Я это все буду долго редактировать. Вот. Я вот сейчас удаляю просто вот эти вот половинки отсюда. И теперь давай сошьем это все добро. Значит, просто вот Ctrl-Shift-Plus. Это дело я удалю отсюда. Можно было прожать Ctrl-Shift-Plus, потом это все удалять. Но, как бы, я решил сделать иначе. Кто меня за это осудит? Никто. Значит, вот выбираю это все дело. Удаляю. Да е-мое. Что с тобой? Все. Удаляю вот эти вот точки. И что мы делаем в таких ситуациях? Изначально нам желательно бы еще пробить... Ну, нужно было... Лупы. Вот такие вот. Ну, сейчас я это делаю ножиком, потому что форма с N-гонами. Вот. Что мы здесь видим? Значит, у нас саппорта должны идти, как я уже говорил, на одинаковом расстоянии. А вот. То есть, на одинаковое расстояние запихиваем это все делаем где-то здесь. Вот здесь. Вот тут. Ну, и вниз тоже погнали. Вот сюда. Спустимся. Остальное добро у нас отправляется вслед за последним. Вот. Что мы тут видим? То есть, мы эти формы должны стыкануть. Обязательно. Ну, мы можем так сделать, но это будет нехорошо. Поэтому берем, стыкуем это все сюда. Эти объединяем. Эти объединяем. А, эти уже объединены. Отлично. Значит, фасочка здесь есть. Она не продолжается. Это N-гон. Это плохо. Просто тут берем и сводим. Это все делаем удаляем. Отлично. Давай попробуем накинуть сюда Mirror Modificator. Что? Вот так вот делаем. Rotation Scale. Вот так вот. И, короче, это надо было сделать тут. Rotation Scale. И здесь по Z. Осуждаем. Значит, теперь проставляем саппорта. И здесь следом тоже можем. Ну, это можно все ювелирно, конечно, настраивать это все дело. Все, набрасываю здесь Subdivision. Все, мы сшили цилиндр. Я не вижу здесь никаких там вмятин. Вмятин. В общем, самое главное правило. Ну, да, тут, может быть, немного потянулось. Но ничего страшного. Как бы это норма. В общем, какое основное правило здесь? То, что у нас количество сечений должно подходить на двух формах. И второе правило. То, что у нас должно быть по два саппорта. И третье правило. Вот эти вот точки мы не трогаем. Мы их не должны трогать. То есть, если я уберу саппорт, у меня поедет форма. Ну, в том плане, в том, что вот тут я же коллапсил вот эту точку сюда. Вот я сейчас удалю эти еще саппорта. Видишь, у меня вот этот эш, он уже неровный. Вот, он неровный. Он будет мне давать скривление. Это будет плохо смотреться. Поэтому мы сначала прокидываем саппорта, а уже потом сшиваем точки. Это работает везде. Где, какую бы ты форму ни делал. Или не делал, а мало ли. У меня там 3% женщин меня смотрят. Или девушек. Как вас называть, чтобы вы не обиделись. Значит, сшитие цилиндров. По этому я рассказал. Сшитие там каких-то, я не знаю, сфер и тому подобное. То же самое. По такому же принципу. Значит, первое. У нас должны совпадать количество сечений первой и второй формы. Второе. Мы проставляем саппорта. И третье. Тогда мы уже начинаем сшивать точки. Вроде как все сказал. Про вырезание отверстий. То же самое. Если нам нужно вырезать что-то откуда-то. Мы подгоняем по сечениям. Но делаем булин не на юнион, а на дифференс. Так, чтобы он у нас вычитал формы из формы. И проставляем саппорта точно таким же способом. Точно так же абсолютно. Ну вот. Вот вам пример. Вот я вырезал эту дырку. Все. Это я просто изнутри. Вот точно такая же топология у вас будет. Так, что там дальше идет. Значит, про флотеры. Про флотеры я уже вещал на своем видео в прошлом, где говорил про бейк. Если тебе не лень, можешь перейти посмотреть. Я сейчас просто расскажу еще одну фичу, которую я понял за это время. С прошлой записи этого видео. Значит, про флотеры основную информацию можешь посмотреть на этапе бейка. Ой. На видео про бейк. Там, где я в мармасете рассказываю. Вот тут сейчас. Где там у тебя. Короче, там в углу вылезет всплывающее менюшка. А я сейчас расскажу про интересный способ, который поможет тебе, значит, в том, чтобы не запекать тень от флотера. При этом галочка Ignore Groups будет включена. Если ты не понял о чем, опять же таки смотри то видео про бейк, чтобы ты понял вообще о чем я сейчас говорю. Значит, предположим, что это у меня... Это я зря сейчас сделаю. Это я сейчас заспойлерил, кстати. Предположим, что это у меня... Давай вот так вот сделаем. Ой, это я зря, конечно. Это у меня мой флоуер. Я хочу сделать какой-то вот такой. Это я удаляю. F и я их флипаю. Вот так. Грубо говоря, это мой флоуер, да? Какой-то бейренький надо накидать. Так, чтобы можно было как бы и в портфолио нормально выставить и пацанов не обидеть. Значит, это мой флоуер. Если я вот... Что это такое? Если я просто сейчас его заскейлю и размещу как мне нужно, да? Вот это стандартное размещение флоутера. Если я начну это все дело запекать, у меня под ним вылезет ореол на эмбиенте. Эмбиент окклюжен даст мне вот такой ореол из тени. Чтобы этого избежать, ребята, вот вам дельный способ. Удаляем ту поверхность, на которую вы хотите наложить флоутер и засовываем флоутер внутрь. Оставляем вот такое какое-то место, после чего просто можем, там, я не знаю, давай заэкструдить и отскейлить это вот. Сейчас давай так вот сделаем. Insert. B. Вот так вот. И тут мы ударяем просто этот фейс. Вот, то есть, что я сделал? У нас на главной форме дырка, в которую мы вставляем флоутер. Все. И мы вот так вот и берем и запекаем. Понятное дело, что здесь можно было не делать флоутер, и здесь можно было просто его, ну, заэкструдить саму хеометрию, да, основную. Но это такой первый случай, это можно сделать и тут тоже. Но тут, понятное дело, никто не будет вырезать дырку, потому что это затраты лишние по времени, это долго будет. А если у нас, например, плоскость, на которую мы хотим накинуть флоутеры, там, каких-то отверстий интересных, да, которые желательно сделать флоутером, потому что это будет быстро, то мы берем на этой плоскости просто дыромаху такую делаем и в нее вставляем флоутер. Вот это вот расстояние, которое образовывается на бейке, оно не будет как-то сильно играть роли для Ambient Occlusion, оно будет практически незаметно и тени не будет никакой. Поэтому можно не париться. Можно еще, конечно, засунуть еще ниже, но тут нужно быть аккуратным, чтобы у вас, чтобы у вас вот это, сейчас, вот эта форма не залазила в этот сам флоутер. Если он будет залазить, вам приходится повыше, чем выше, тем у вас больше риск того, чтобы схватить отсюда тень. Вот, поэтому такое вот действие можно совершать. И если я отключаю даже здесь аутлайн, все, как будто это вшитая форма, все отлично, даже если такого угла буду смотреть. Вот, значит, про это я тоже сказал. Основную информацию про флоутеры можете посмотреть на видео, где я рассказываю, как запекать. Интересно и вкусно, и так, чтобы вы потом не отравились, кстати, там такое есть. Дальше, что у нас дальше идет? Еще нужно сказать слово дальше в третий раз. Длина юбки. Про длину юбки. Ну, в принципе, чем длиннее она у вас, тем больше шансов схватить то же самое, этот тень на АО. Поэтому есть такой способ, что вы ее просто уменьшаете до самого маленького состояния. Это я преувеличил, конечно. Вот так вот вы ее уменьшаете, все. И здесь, вот давай так сделаем, она будет вам, как бы, давать этот переходик, да, который вам нужен. При этом ее длины не хватит для того, чтобы его запечь. Еще как один способ. Но все-таки самый действенный, это то, что я вот первый раз, да, рассказал. Вот, ID при бейке. А что ID при бейке? Мы можем, вот если мы хотим, если мы хотим на хайполе сделать что-то для ID карты, мы просто можем красить полигоны. То есть у нас вот есть первый, да, способ. Что ты так это затупил, дружочек? Вот, у нас есть первый способ, первый материал. И второй материал, который будет, например, у нас там, я не знаю, красный какой-то. Если мы хотим запекать материал ID, то нам нужны материалы с, ну, не обязательно их даже красить. То нам нужны материалы, которые будут находиться на хайполе. Вот я нажимаю assign, у меня красится область полигонов, да, которую я сделал. Если ты не схватил информацию, откатывайся назад, повторять два раза не буду. Как я нажал assign и тому подобное. Значит, цвет не обязательно нам назначать, потому что если мы в мармазете запекаем материал ID, то цвет, он представляет рандомно в зависимости от названия материала. Если мы запекаем уже в Vertex Color, то тогда нам необходимо, понятное дело, украсить это все дело. Но в основном мы в Vertex Color запекаем после ZBrush, если мы там что-то красим. Вот, но для удобства, чтобы вы понимали, где какой материал находится, да, вы можете покрасить, это вам никто не запретит. Просто этот цвет, он не будет запекаться в материал ID, он может быть фиолетовым в мармазете на выходе. Так что не удивляйтесь. Значит, точечное моделирование. Вот это, конечно, такая глава, которую можно мусолить вообще сколько угодно. Ну, что такое точечное моделирование? Давай создам самый простой способ, если у нас какая-то там сфера, да. И мы хотим ее засабдивить, то на выходе мы что получаем? Мы получаем такой вот анус, и это не очень хорошо. Поэтому для того, чтобы его избежать, нам необходимо вообще сейчас... Я не люблю этот способ, поэтому рекомендую вам модерировать такие вот цилиндрические формы не из UV-сферы, а из другой штуки. Я покажу тоже, как это делается. Вот, значит, тут я отключу это все дело, чтобы вы могли посмотреть. Вот я тут выбираю точку, и смотрим сюда внимательно. Давай я еще маткап какой-то включу, чтобы можно было четче посмотреть. Я выбираю вот эту точку, и тяну ее немного вверх. Немного вверх, или немного вниз. То есть, для того, чтобы у нас получилась такая форма без вот этих вот полосок, да, которые у нас здесь выходят, нам необходимо тягать точки. Вот если у нас вмятинка какая-то, нам нужно ее избежать. Мы просто берем точечку через shift, тянем вниз, смотрим на маткап. То есть, это еще один способ есть. Чтобы этого избегать, нам необходимо просто изначально делать такую топологию, которая не будет требовать от нас вот такой вот мурни. Тем более, вот, это вообще никуда не годится. Поэтому, для того, чтобы создать такой купол, да, с sub-div, мы просто создаем куб-сферу какую-то. Конечно, не очень на сферу похоже. Но, короче, вот у нас такая вот штука здесь. И давай там меньше дивизионов дам. Там, например, вот будет 4. И вот уже ее мы можем без проблем с sub-div, она у нас будет нормально отображаться, у нас не будет какой-то фигни, непонятно. Только здесь, видишь, типа вмятинка, да, появляется вот в этих вот местах. Чтобы вмятинки у нас не появлялась, нам необходимо включить маткап. Какой-то полосатый. И видишь, что происходит с полосками. В этих местах, где у нас форма меняется и вот эти точки, в этих местах у нас зебра это немного начинает смещаться. Чтобы этого избежать, мы выделяем вот эти вот 4 точки. Область скалирования у нас должно быть по центру, то есть bounding box. И давай я приближусь, нажму S. Я уменьшаю, увеличиваю. И я делаю так, чтобы приблизительно у меня вот эти вот линии были ровные. Тогда в таком случае, ну, если хорошо постараться, в таком случае у нас вот эти бугорочки пропадают. Все супер, все понятно. Отлично. Значит, идем дальше. Идем дальше. Следующее, о чем хотел бы я поговорить, это про использование модификатора Bevel. О нем я уже, в принципе, рассказал. Давай еще раз пройдемся. Может быть, что-то я там не сказал. Например, есть цилиндр, да, какой-то, то есть Bevel. Накидываем Bevel, Offset. А, про, сейчас, точнее, я хотел поговорить про Loop Slide. Это такая функция, сейчас давай применю. Нет, применять я не буду ничего. Это такая функция, например, у нас вот идет сплюснутая какая-то штука, да, наша сплюснутая форма. И мы хотим в ней вырезать ровный кружочек. Вот я делаю так, просто Circle. Вот у меня получается круг, ровный круг. Я хочу его выдавить внутрь. Вот получается, смотри, я это выдавил внутрь, это все делаю. И саппорта у меня расставились, ну, потому что Bevel, да, назначенный. Обрати внимание на этот саппорт. Он у меня не круглый. Он у меня стремится попадать в форму основную вот эту, которая у меня овальной является. При этом, ну, и при таком подходе, видишь, фаска, она у нас неравномерно начинает растягиваться. Плывет туда, это туда. И вот чтобы такого не было, нам необходимо отключить функцию Loop Slide. То есть я отключаю эту функцию, сейчас SubDiv я скину. И у нас Bevel, он простраивает вот этот саппорт, не беря в учет то, куда смотрит направляющий Edge. Вот давай посмотрим сюда. Видишь, у меня вот идет точка. И от нее вот типа этот Edge и саппорт, который накидывается, он не меняет никак направление этого Edge. Как бы это круто, но в таких вот случаях, которые я показываю, это не круто. Чтобы, и вот мы отключаем это дело, чтобы у нас саппорт ломал, как бы, эту форму и создавал нам ровное скругление. Чтобы он у нас никак не расширялся, не тянулся. Здесь тоже это нам на руку сыграет. Потому что тут саппорт какой-то поехавший, какой-то параллелепипед непонятный. А сейчас он больше похож на прямоугольник. Вот. Эта функция, надо ее отрубать в таких вот моментах, если вы такое видите. Возможно, это из-за включенного луп слайда. Вот. Про арк. Что такое арк? Да. Ну, я его называю арком. Возможно, кто-то ARC называет. В общем, видите, вот это недоразумение. Если я ставлю арк, то у меня Bevel начинает проставлять лупы. Вот он идет, и он типа пошел дальше. Он не будет никуда коллапситься. Вот если я сейчас ставлю шарп, у меня вот луп саппорт идет и вниз какую-то точку. Нафига он туда приколапсивался? Зачем мне это надо? Это мне не нужно. Мне нужно ARC поставить. Все. Теперь у меня ровно и создается вот эта вот шняга вся. И дальше я могу применять этот модификатор и уже настраивать, как мне нужно. Там соединять точки вниз, тому подобное. Кстати, созрело еще у меня желание вам рассказать о том, что на цилиндрических формах, если мы захотим поставить вертикальный саппорт, то нам придется сделать это вообще везде. И после чего нам нужно будет делать серку, функцию. Потому что если мы это не сделаем, я повредил, видишь? Я как бы силуэт не изменил, а форму накинул. То есть у меня тут саппорт добавился. У меня добавился саппорт. А я хочу просто добавить большее количество сечений. Вот. Я сейчас нажимаю вот это дело. И видим, что из-за того, что я проставил саппорт, вот такие две полоски создаются. Вот так вот сделаем. Что это такое? Вот такие две полоски создаются. Это из-за того, что я добавил количество сечений, но они у меня не влияют на силуэт. Чтобы они у меня повлияли на силуэт, мне необходимо добавить везде вот эти саппорта, потом выбрать все вот эти штучки и потом прожать, значит, сёркл. Вот. И, в общем, у нас оно все проставится сёрклом. Да, но это сейчас не супер, конечно, подходящий момент. В общем, делаем сёркл. Это давай я, наверное, вот так вот сделаю. В общем, и вот в таком случае у нас расстояние точек, они будут на одинаковом уровне находиться. Пока мы не сделаем этот самый сёркл, у нас расстояние, видишь, какое. Вот. Одно расстояние, второе, третье, и сразу в два раза меньше, сразу в два раза меньше. То есть нам нужно придерживаться какого-то одного расстояния на хорошей гладкой форме. Одинаковое расстояние между точками. На цилиндрической форме. Или на какой-то округлой форме. То есть без разницы. Вот. Если вы хотите добавлять вертикальные сечения, то это необходимо делать на этапе создания формы. Это может быть либо блокинг, либо хайполь до того, как вы начинаете что-то булинить. И чтобы менять количество сечений, используйте модификатор Q-блокер. Так, что идёт дальше? И, в общем, полезные аддоны для моделирования. Давайте пройдёмся. У меня было целое видео про этот список аддонов для моделирования, и вообще для всего. Но я сейчас расскажу про аддоны для моделирования под subdiv. Q-блокер must have. Второй аддон это machine tools. Machine tools я про него рассказывал уже, и... Видео есть на канале, и видео на других каналах есть, как им пользоваться. Поэтому тратить время, и так видео уже затянулось надолго, я не буду. В общем, ребята, я хочу вам пожелать мирного неба над головой. Всем спасибо за то, что смотрели это видео. В общем, ставьте лайки, пишите свои комментарии, и как бы добрым словом не обходите комментарии. Вот. С вами был Багалюк. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем удачи. Всем пока.